Дагестан Дагестан — это край величественных вершин и красивейших пейзажей. Бесконечный лабиринт горных цепей, скал и ущелий. И зимой, когда вся природа вокруг надевает белые одежды, наступает время снежных развлечений. Долой унылое настроение, бросайте все, берите друзей и все на отдых. Две с половиной тысячи метров над уровнем моря, отличные зимние склоны, как гарант прекрасного настроения. Здравствуйте, это программа «Дагестан туристический». И сегодня я приглашаю вас в Акушинский район на горнолыжный курорт Чендыр-Чиро. Чендыр-Чиро — это относительно молодая, но уже очень популярная горнолыжная база отдыха. Располагается у подножья одноименной горы в нескольких километрах от села Гинта. Из Махачкалы на транспорте можно добраться всего за два часа. Благодаря выгодному географическому положению, благоприятным погодным условиям и живописному ландшафту, ежегодно базу посещает тысячи туристов. Это излюбленное место отдыха не только дагестанцев, но и гостей со всей России. Погода супер, атмосфера супер, а инструкторы у них обалдеть. В общем, за твою жизнь можно ручаться и доверять, и доверять. Даже страховка не нужна. Не нужна, с такими инструкторами не нужна. На самом деле нам здесь очень нравится. Очень хорошее место. Мне здесь первый раз, очень понравилось все. Обстановка очень хорошая, энергия просто, адреналин зашкаливает. Отдых и создает хорошее настроение. А вы с кем приехали? С сыном, с друзьями. А часто вы приезжаете с ним? По возможности. Я уже долгое время здесь катаюсь на лыжах, уже 10 лет с момента открытия. А вы с кем приезжаете? Я вообще так-то местный, я сучусь. И когда в отпуск или на каникулы приезжаю, то катаюсь. На данный момент с семьей приехал, с соседями приехали. Часто бываете? Ну, уже четвертый раз. Девушка, я язык не знаю. Девушка, вот это все. Общая протяженность горнолыжных трасс более 16 километров. Перепад высот почти полкилометра. Катание на них максимально безопасно даже для новичков. Всего на базе 10 спусков. Некоторые съезды освещаются по вечерам, и это позволяет кататься даже в темное время суток. Все трассы различны по уровню сложности и подходят как для начинающих лыжников, так и для опытных спортсменов. Для детей на базе есть отдельная учебная площадка. Для удобства отдыхающих работает 9 бугельных подъемников, так называемых канатных дорог. Если же вы захотите подняться на вершину горы, к вашим услугам снегоходы и квадроциклы. Кроме этого, имеются зоны для внетрассового катания. Суммарная длина этих спусков около 8 километров. Травматизм на курорте сведен к нулю, но тем не менее безопасность туристов превыше всего. И поэтому на территории круглосуточно работает медпункт и группа спасателей, которая, в свою очередь, рекомендует. Побольше внимательнее относиться к склону, быть более бдительными, наверное. Так, чтобы без меры безопасности, предосторожности, чтобы они соблюдали. На базе Чендерчиро работает прокат инвентаря и спортивного снаряжения. Пункт устроен в лучших европейских традициях. Здесь представлено около тысячи единиц различного снаряжения. Детские и взрослые лыжи, сноуборды, санки, снегокаты, тюбинги. Все это можно взять в аренду на три часа, либо на целый день. Цены вполне демократичные. Например, прокат горных лыж на целый день в будние дни стоит всего 500 рублей. Где вы взяли такие гламурные очки? Очень долго выбирала. Причем, знаете, я там увидела розовую. Я говорю, ой, а можно мне эти розовые? Они говорят, это же детские. Ну, жаль, что это детские. Зато блестящие, да? В тренде быть всегда нужно. Блестящие очки, шлемы, да и вообще полную экипировку на Чендер Чиро тоже можно взять на прокат. Во-первых, это очень удобно. А во-вторых, вы, безусловно, будете в тренде. Ну все, к лыжным стартам я готова. Поехали кататься. В случае, если вы не умеете кататься на горных лыжах, а это как раз мой случай, вам просто необходимо обязательно взять несколько уроков у инструктора. Все они прошли специальную подготовку в учебном центре Федерации по горным лыжам и сноубордингу. Прямо сейчас я попробую научиться кататься на лыжах, потому что я, в принципе, этого еще никогда не делала. Помогать мне будет в этом Шакирула, инструктор. С чего начнем? Одевать будем всегда. Лыжи одеваются поперек склона. Все, лыжи надели. Но это, как говорится, еще ничего не значит. Главное сейчас шею не свернуть. Когда катаетесь, дала вещи чуть-чуть, когда не сгибаете вперед. Ага. Ноги щирены, ставьте. Ага. Спину ровно. Спину ровно, колени согнули. Да, чуть-чуть колени согнули. Тормозит, смотрите. Катаетесь. Катает, смотрите, как красавчик. Колени внизу сгибают. Я самостоятельно притормозила. Это, я считаю, уже великое достижение в моем случае. Шакирула, давайте продолжим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вот так застегивается чтобы удобнее было спасибо вам большое нужно сказать что начин дыр чарос самые лучшие инструкторы в мире чтобы освоить навыки катания нужно идти от простого к сложному если вы новичок начните с пологого склона и когда почувствуете уверенность в своих силах то уже можно забираться повыше и браться за длинные сложные трассы ни в коем случае не пренебрегайте услугами инструктора и только после обучения вы получите настоящее удовольствие от катания и сумеете избежать травм если вы думаете что на чин дыр чаро катаются одни профессионалы вы глубоко ошибаетесь здесь есть и абсолютные дилетанты такие например как зарепаткура магомедова которая все равно рвется в бой и сегодня ей будет помогать обучаться катанию на сноуборде инструктор магомед магомед я вам похочу пожелать терпения но прежде хочу зарепа спросить о ее планах патимат дело в том что на самом деле для меня абсолютно новый вид спорта потому что до этого я каталась на лыжах ну и то так с начашкой это можно назвать катанием но всегда мечтала попробовать сноуборд но мне магомед говорит что это совсем другая история да магомед магомед сноуборд и лыжа это вообще разная техника катания у нас есть хорошие инструктора приезжайте к нам кататься у нас погода супер скажите пожалуйста какие правила нужно знать чтобы не свалиться сразу со сноуборда и не сломать себе шею первую очередь желательно нанять инструктора после инструктора потом вы наберете опыта и будете кататься желательно нанять теперь очень инструктор и слушаться него что мы сейчас и сделали по темам ну вот мы вас уже наняли магомед да я это наняли с чего мы начинаем сперва мы начнем как одевать сноуборд крепления как крепятся какое что надо делать ну прежде чем одеть желательно сесть и одеть сноуборд сидя да сидя одевать это очень важное правило сейчас начнем зарепа ци инструктором отправляются на склон для начинающих обучение началось на склоне нужно быть предельно внимательным смотреть по сторонам чтобы неопытный лыжник или сноубордист не сшиб вас с ног и еще никогда не стойте спиной к спуску магомед я вам должна сказать вот подниматься в этих ботинках совсем не просто вот очень сложно и вот то что вы меня заставили изначально сделать такую небольшую гимнастику ну такую разминку это видимо правильно было да чтобы ноги подготовить как-то первоначально желательно в любом спорте сделать разминку давайте отсюда спустимся достаточно достаточно хорошо так что вы должны сделать в первую очередь мы должны сесть и ставим перед собой сноуборд и начинаем крепить и так вставляем ботинки в крепление чтобы пятка плотно прилегала к заднику затем застегиваем ремешок на лодыжки следим чтобы нога была плотно зафиксирована и потом затягиваем передний ремешок теперь можно вставать на ноги контролируйте равновесие и четко выполняйте все что вам говорит инструктор сноубординг это давно уже не просто развлечение а отличный способ поддержать великолепную спортивную форму укрепить здоровье и продлить молодость тела и духа неудивительно что это экстремальное увлечение завоевывает все большую популярность и с 1998 года входит в олимпийский вид спорта и даже если вы не умеете кататься на лыжах это не беда не менее увлекательное и захватывающее катание на тюбингах со мной самые смелые девчонки хунзахского района патия и миссии мы поехали адреналин зашкаливает друзья чин дыр чиро форево тюбинг это современный и удобный вид зимнего отдыха для всей семьи таблетка ватрушка бублик пончик как только надувной тюб не называют в народе за простоту использования и абсолютную безопасность его давно полюбили дети и взрослые любой человек прокатившись раз на такой ватрушки непременно захочет повторить эти по-детски волнительные незабываемые ощущения а если вы приехали на отдых большой компании то вполне уместно устроить захватывающие гонки на резиновых бубликах на базе чин дыр чиро для тюбинга гостям предоставляется отдельная зона с подъемниками которые имеют систему автоматического зацепления и отцепления тюбов длина спуска 250 метров все 250 метров удовольствий эмоций и впечатлений которых хватит до следующего сезона чин дыр чиро пока единственная горнолыжная база европейского уровня в дагестане инвестором проекта стала компания ринако авторство чин дыр чиро и воплощение его в жизнь принадлежит лично президенту компании гаджи амарову благодаря федеральной программе проект получил господдержку создатели компании постоянно работают над улучшением качества пребывания своих гостей здесь созданы все условия для комфортного семейного отдыха здесь очень хорошо рекомендуем всем посетить обязательно чин дыр чиро здесь очень хорошо много снега куча позитив такой сплошной понравилось все очень понравилось на прошлой неделе мы уже были маленькая команда в этом в этот раз мы приехали уже большим транспортом 15 человек и очень круто эмоции вообще на скутере поднимаемся такая скорость вообще красота море снега эмоции вообще полный драйв действительно приезжайте же с куда здорово вообще классно сюда можно приехать на выходные не без затраты без ну время не нужно просто на один день и покататься ну подышать этим воздухом в общем люди тоже смотрите как много на но приходится сюда это соседних районов и мы культуру видим как они ведутся ну в общем здесь приятно проводить время а чем вам больше всего понравилось кататься на лыжах на сноуборде вообще старт мы взяли с лыж сейчас продолжим на сноуборде я так чувствую аппетит приходит во время надо и скорость тоже сезон зимних видов спорта на базе открыт с ноября по март и даже если снег в горах не выпадет на склонах чендер чиро он будет непременно для этого на базе есть мощные снегонапыляющие пушки которые делают искусственный снег снег по правде самый что ни на есть настоящий в нем нет никаких химикатов и других веществ только вода и воздух и получается он только при минусовой температуре за ночь такие пушки вырабатывают около тысячи кубометров снега кстати на олимпийских играх соревнования проводятся только на искусственном снегу вот и чендер чиро уже давно стал центром проведения лыжных соревнований в чендер чиро есть тир для любителей стрельбы ружье двухствольное сейчас я попробую все-таки пострелять по тарелкам если у меня получится конечно слово то надо какое-то сказать да для команды какое давайте после после слова давай 3 4 трубка 17 прицел 120 давай бац 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 и мимо на территории горнолыжной базы чендер чиро имеется комфортабельный гостиничный комплекс с номерами рассчитанными на 4 и 6 местное проживание номера очень теплые в холле можно посмотреть телевизор для питания отдыхающих отведено отдельное здание на первом этаже работает кафе самообслуживание скажите пожалуйста что у вас сегодня в меню и чем вы угощаете своих гостей у нас есть гречка макароны курица жареная котлеты куриные говяжьи есть также кинкал даргинская чуду это блюдо дагестанской да это блюдо дагестанской кухни есть этот слоеный хинкал кукурузный хинкал и мы стараемся чтобы было вкусно чтобы людям нравилось мы хотели похвалить кухню очень вкусная кухня особенно даргинская чуду вот специально пришли чуду кушать даргинская хотя уже обедали но мы еще раз пришли кушать на втором этаже разместился ресторан с открытой верандой отсюда открывается панорамный вид на склоны гор по вечерам в кафе проводятся дискотеки совсем недавно база чендер чаро отметила свой десятилетний юбилей день рождения отмечали с размахом грандиозный праздник посетила более 5000 человек однако в планах на будущее принять еще большее количество людей в планах у нас гостиницы подъемники как европейского уровня на 500 человек мест гостиницы и и европейские подъемники ежегодно посещают нашу базу около 30 тысяч человек у нас есть профессионально обученные инструктора у нас есть прекрасная кухня есть гостиницы я хочу пожелать нашим отдыхающим чтобы они отдохнули отлично не получили травмы и уехали здравые и радостные чендер чаро это удивительное место где энергии заряжаешься на весь год где количество адреналина превышает все пределы необходимой нормы где обретаешь новых друзей если вы еще не решили где провести свой зимний отдых приезжайте в чендер чаро а